Всем привет, меня зовут Анетта, я рада видеть вас на своём канале, и как вы уже поняли из названия видео, я приехала на концерт Эйтиз. Я приехала специально за день, то есть сейчас 20 апреля, и сейчас где-то часов в 7 утра, и пока всё закрыто. Я приехала на Патриарши Пруты, чтобы сходить покушать, потому что мне нравится этот район. В принципе, в прошлый раз я тоже сюда приезжала. Я иду на концерт не одна, поэтому, чтобы как раз убить время, я сюда и приехала, и поэтому я сейчас схожу покушать, а потом я уже решу, чем займусь. В принципе, у меня много есть планов и мест, куда я хочу сходить, и что купить, и, в принципе, всё остальное я вам уже покажу позже. Ещё хоть сейчас 7 утра, но на улице очень тепло, я думаю, будет холоднее, и, наверное, где-то сейчас градуса 4 всего, но мне очень жарко, или, видимо, я так уже заходилась. И завтра тоже обещают хорошую погоду, и я этому очень рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Все, я уже наконец-таки приехала домой Я, наверное, выгляжу очень помятой и уставшей, потому что я последние пять дней вообще нормально не спала практически И до поездки я тоже не спала, наверное, нормально две недели, потому что мне нужно было перед поездкой выполнить всякие дела до концерта Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше, чем и во время концерта и после концерта И что я хочу сказать, что этот концерт, наверное, концерт Эйтис был, наверное, один из самых лучших из всех, на которых я была И хоть он не был как полноценный концерт, да, то есть он был по песне достаточно короткий, но все остальное время это занимали в основном либо разговоры, либо какая-то развлекательная часть Я говорю, там конкурс тамады какой-то был, то есть детский утренник Ребята там подо все подряд танцевали, и Холодное сердце пели, и Миллион алых роз, и все, что только угодно, все существующие песни, но не свои Но в этом что-то было такое необычное и интересное лично для меня, потому что когда чисто только один концерт, и песни тоже немножко тяжеловато И плюс у меня было не очень хорошее самочувствие и перед концертом, и до самого начала, я не знаю, что это было, либо я переутомилась, либо я просто перенервничала Не за самого концерта, вот, но также мне перед концертом подходили некоторые девочки, с которыми я переписывала в социальных сетях, мне было очень приятно их увидеть Они мне подарили всякие подарочки, потому что у меня было на днях день рождения 18 апреля, и они, скажем так, меня еще и поздравляли, я была немножко в шоке, но мне было очень приятно Но также у меня было не очень хорошее самочувствие, из-за этого я не стала вставать близко к сцене, то есть у меня была возможность встать гораздо ближе, но я встала назад Из-за того, что я стояла на ступеньке выше, там был уровень выше, он уже был под балконом, и хоть было дальше, но снимать и вообще смотреть весь концерт было гораздо удобнее Потому что другие концерты, в основном ты стоишь в толпе, где все тоже выше тебя, при слове того, что я обычного среднего роста Но весь концерт ты смотришь в телефон, потому что ты практически не видишь, что происходит на сцене Здесь такого не было, от того, что концерт проходил в маленьком зале с небольшой наполняемостью, было как-то все гораздо уютнее и комфортнее, я думаю Но самое интересное было, конечно же, на следующий день, потому что на следующий день после концерта у нас уже был день отъезда, и мы решили сходить Сначала в корейский магазин, магазин корейской еды, потом мы сходили покушать, и также мы решили сходить в парк в зарядье, я там еще ни разу не была Продолжение следует... У меня вообще практически не было сил куда-либо ходить И по парку я особо не гуляла, просто прошлась по основным местам, и обратно уже к метро было удобнее выходить через Красную площадь То есть мы пришли с другой стороны Красной площади, прошли через Кум, точнее, около него И, в общем, я уже хотела пойти к метро, в принципе, мы к нему и направлялись Мы уже сошли с Красной площади, прошли мимо той точки, где, по-моему, это нулевой километр И, в общем, я только заворачиваюсь за угол, и навстречу идут Эйдзис И просто я не знаю, что выражало мое лицо, какие выражало оно эмоции, но, видимо, парни поняли, что мы их узнали Потому что первым, кого я увидела, был Уйон, и мне кажется, он по нашей реакции понял, что мы поняли, что мы их знаем И меня прям резко затрясло, вот я сейчас начинаю об этом говорить, меня опять начинает трясти И я не знала, что делать Сразу их в лицо камеры тыкать мне вообще было не по себе, то есть я подождала, пока они пройдут мимо нас Но, видимо, по реакции они поняли, что мы как бы осознали, кто это перед нами И то есть я их поснимала совсем чуть-чуть со спины Я за ними проследовала, я говорю, буквально метров 20-30 И потом вот где как раз мне и брат подошли к нулевому этому километру, к этому месту Я не знаю, понял ли став, что я шла за ними или нет Но он мне не стал ничего там говорить, чтобы я там что-то убирала камеру или что-то такое Потому что я, я говорю, я в камере в них не тыкала, потому что меня все трясло Я буквально проглотила язык, то есть я могла хоть как-то им что-то сказать Единственное, что мне хватило ума сделать, когда просто Ханчжун стал поворачиваться в мою сторону Я его выкрикнула, привет! И все, и то я не засняла это, то есть это осталось за кадром Но он в ответ вроде как мне улыбнулся и тоже поздоровался со мной И как бы больше этого я перестала соображать И я поняла, что пусть они идут на площадь, потому что я понимаю, что без меня их еще так же найдут И... А нам уже нужно было ехать в сторону вокзала, поэтому я как бы сразу же развернулась И поехала уже кричать в метро, просто на весь метрополитен, что я видела Эйтис Я была немножко в шоке, потому что у меня вообще даже в мыслях не было их искать, там, преследовать Я вообще думала, что они уже домой уехали, или там улетели, или каким-то, или вечером будут гулять И у меня вообще было не до этого, то есть у меня вообще не было настроения И буквально, то есть я понимаю, если бы мы прошли минуту раньше, то есть мы бы с ними не пересеклись, но раз уж так произошло Это, конечно, меня повергло в шок Ой, я пока до сих пор отхожу, потому что мне особо не удавалось Пока я снимаю это видео, нам Джун начал трансляцию на повзасову персона Молодец, мальчик прекрасный просто Ну, наверное, на это моя фортуна, везение за всю жизнь один раз работала И, наверное, ее работа на этом закончилась, поэтому возвращаемся в грустную реальность Но, однако, этот концерт все-таки оставил на меня неизгладимое впечатление Давайте-ка я теперь покажу вообще, что я с собой привезла, что мне надарили Только сейчас начала все разбирать Я не знаю, как я это все привезла, потому что здесь мне надарили Что-то я набрала с концерта Например, с концерта Это нам раздавали перед концертом Это, скажем так, русская фан-база, видимо, делала Извиняюсь за мной, нёгти Это, как я поняла, было от всяких фан-сайтов Слово уже забыла От всех подряд Потому что там в одной кучке лежал ста мерч От разных, скажем так, участников От фан-сайтов разных участников И часть я тоже раздарила Поэтому с кем я успела ухватить С тем и набрала И с Хан-Джуном, и с Сан-Хва То есть тут все подрать Что-то я сама покупала перед концертом Я купила карточек Хотя у меня было в планах купить альбом Но, видимо, лучше будет заказать Это мне подарили Также мне тут подарили BTS Потому что я встречалась ещё с некоторыми девочками в Питере И, в общем, мне тут тоже всяких велюшностей задарили Я тут покричала, порадовалась Мне было очень приятно Это мне тоже перед концертом подарили Это я вроде сама купила Чтобы для посылок некоторых Складывать фотокарточки Так, это тоже от фан-сайтов было Тоже я часть карточек раздала И это тоже раздавали в свободном доступе Также мне здесь подарили акулку И было очень забавно, что На следующий день То есть во время... В день концерта Санхват танцевал под Baby Shark Просто я обожаю акулок И, короче, акулки меня везде преследуют И, в общем, мне тут ещё стопку надарили Фотографии уже с бантанами Не только там со всеми подряд Масочки В общем, мне много чего надарили Большое всем спасибо мне Я реально была в шоке, что мне прям столько подарили Я говорю, я тебе еле всё довезла Ещё я купила немножко корейской еды Правда, то, что я хотела купить, я не нашла Не было нужных рамёнов Не было тик-покки Не было ещё много всего остального Я взяла какие-то другие рамёны И, по-моему, острые Это взяла на краду Какую-то фигню взяла на краду Мне кажется, мне ничего особенного не будет Но она была пак Также ещё взяла сочи Но мы просто это спрячем Ещё такую корону И я взяла Кари Он тоже готовый И ещё, скажем так, для творчества Я тут для тела купила фольгу Блёсточек И ещё блёсточек В принципе, это всё, что я с тобой привезла Не считая всех моих основных вещей И то я это еле-еле довезла Я, наверное, на этом буду заканчивать свой влог Поэтому, надеюсь, вам этот влог был интересен Хоть он был не настолько разговорным Но я надеюсь, он вам понравился Если это так, то не забывайте ставить пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал И да, у меня там сзади беспорядок на столе Я как перед отъездом его оставила Так у меня всё осталось В общем, увидимся уже с вами совсем-совсем скоро И всем пока-пока